Кстати, когда журналистка осадила триггеры, как-то не поддемократичнее. Про это не надо, помнишь? Ну, это хороший момент, т.е. все вот эти съемки роликов про детство, рассказы какие-то, это же создание. Он говорит, как было на самом деле. Не надо, не надо, как на самом деле. Давай вот, чтобы там красиво все туда-сюда. Это же создание некой параллельной реальности, которую людям навязывают и в которую люди верят. Сам сериал-то это, в общем-то, достаточно злобная сатира, местами для нас неочевидная, но в целом это злобная сатира на этот самый их общественный строй. Вот тебе обман, как и любая реклама, это обман. Тебе показывают, как обычно, некие достоинства выпячивают. Недостатки скрывают и прячут, а тут вообще какой-то херь выдумывают. Вот вам, дорогие друзья, смотрите на здоровье. Какие у вас герои. Но людей и рады обманываться, получается. Это с одной стороны да, а с другой стороны, а правильно ли это людей вот так обманывать? Это же все американское общество как таковое, и не только американское. Вот здесь вот лицемерная, так сказать, ложь, а правду мы от вас спрячем. У них все время так. На всех этих... Смотри, как у нас в Сан-Франциске красиво, глаз не оторвать. А вон там что за свинарник? Да. Мы туда не ходим. Там латиносы, негры. Туда мы не ходим. А здесь смотри, как красиво. Ну, чистая правда, да. Очень красиво. Никто не спорит. Ну, там-то тоже вроде люди. Не-не-не. Не надо. Мост, золотые ворота. Вот где красота. А туда не надо, не ходи. Там свинарник, действительно. Как художественный фильм. Что ты там делал? Я дома смел, там красиво. Там есть красивые дома. А вот со Starlight не очень получается с роликом, потому что предыдущая серия закончилась тем, что она ярко выступила на этой... И сказала, что не называя имен, но не будем показывать пальцем, но это пучина. Навалил ей на клык. И она от этого очень огорчена. И несчастную пучину. Вот там такой дурачок. Прекрасно. Вот как все прекрасно сделано. Сценарные ходы. Режиссерские. Как он как актер. Он здоровый, красивый мужик. А в то же время какой-то идиот. Постоянно ничего не понимает, куда бежать. За что хвататься. Извинись, Шайтан. И пучина принимается извиняться. Нехорошо получилось. Только что никто не говорил, что это ты. Ты уже сам сказал, что это ты. Вот тут зачморили. И вот эта прелесть внутри организации. Когда тетенька начальница сначала это и Starlight объясняет, как жизнь устроена. Ты тут, я смотрю, решила выступить. Это все прекрасно. Вылетишь из этой семерки. Да. Говорит, это вылечу. Да. А я вот возьму и скажу, что тут у вас. Ну, попробуй. Смешно. Обоюдный шантаж. Вы тут неведомо чем занимаетесь. Вот приличный ребенок к вам попал. А у вас тут какое-то невыразимое скотство вообще. Так все хорошо или скотство? Ну, она как ей объяснила, что ты попридержи-ка ней и дай нам делать нашу работу. Потому, что ты откровенно мешаешь. Иначе тебя уволят. А та в ответ нашла все силы и сообразила, что тоже ей пригрозили, что типа невыгодно вам меня сейчас увольнять. Потому, что это вам аукнется в такой ситуации, короче, компрометирующая вас. И тетенька вышла из себя, когда она осталась в кабинете. Потому, что она привыкла все контролировать. То бишь и у нас револьверы найдутся. За кореш тут, когда знамя полка стырили, нехорошо получается. Ну, отлично. Вот это мне очень сильно нравится. Чисто людские вещи. Не надо тут мне глазами светить. Из жопы шары огненные пускать. Не надо. Чисто по-людски. Давай-ка разведем. Как тут что. И вдруг вот такое вылезает. Тихая девочка. Счастлива просто, что ее туда позвали. Спустили. Взяли в эту семерку. И вдруг такое. Помните предыдущую серию. Мы вам новый костюм. Я это носить не буду. Старый костюм будешь. Вон там вот дверь. Одень ей. До свидания. И тут отдельно она стояла. Буду в старом костюме ходить. Смешно. Но. Но. Тюренька нашла. Сыграла на опережение. Превентивно заставила Пучину как раз извиниться. Потому, что... Старлайт не успела назвать имя. Она это сразу поняла. Ну, и даже, наверное, не столько поняла, сколько жалобы-то уже поступали. В камерах там все уже им. Да-да-да. На этого караща, блядь. Резвого. Ты помнишь, как он в первой сцене разговаривал. Сразу без базара снял. Давайте быстрее подходите. У меня мало времени. Не первый раз. Ваше кривление. Моего голубой устрицу. И уж точно не первый раз. Потому, что когда Стилл намекнула Дипу... Не намекнула, а уже фактически сказала, что давай. Короче, извиняйся. Причем он ей сказал, ну, замните это как-нибудь, как в прошлый раз. Мы теперь заминаем вот так. И она сказала, что со дня на день Старлайт озвучит твое имя. Поэтому сыграем на опережение. А не она, так дальше еще и другие девушки заживятся. Потому, что нам показали, что это волнует действительно общественность. Да-да-да. Кто же ей там... Присунул. Там ставки делают. Там сразу интересно. Интересно, кто это. Да. Ну, тоже. Кстати, вопрос-то с другой стороны должен стоять. А зачем ты у него за щеку взяла? Какой в этом был смысл? Друзья мои, любовь сердцу не прикажешь. Это понятно. Какой был смысл? А смысла не было никакого. Только корысть. Ты хотела пролезть вот в эту семерку. И пролезешь. И тебе сказали, что отсосать надо, и пролезешь. Ну, ты отсосала. А оказалось, не надо было отсосать. Так ты о чем, елый-палый? Тут, на мой взгляд, в совершенно другой плоскости лежит. Ты чего? Чего ты жалуешься? Тут Вайнштейн уже эхом отдается. Все одинаково, да. То есть, пока Оскаров получала, все было хорошо. А когда компания началась, и Вайнштейн закричал так, давайте всем по полмиллиона баксов, и вы замолчите. Давай, сказали эти твари. Вайнштейн раздал по полмиллиона баксов, а похер мне. Я все равно в суд пойду. А что ты мне сделаешь, блин? Забрав деньги... Как это так? Ну, это о каких-то там, я не знаю, моральных качествах-то ваших говорить. Зачем ты в рот брала? Тебя спрашивают. Зачем, блин? Он кто тебе там? Начальник? Он главный. Зачем ты его слушала? А что ты теперь это на публику выносишь? Это, в моем понимании, это нехорошо говорит о тебе. Она запуталась? Да. Тобой воспользовались? Безусловно, воспользовались. Ну, ты ж дура. Зачем, блин? И там еще плеваться в туалете. Немедленно водки. Может, шампанское. Шампанским этот вкус не смоешь, блин. Хорошо, она не догадалась всего гондона. А потом уже беременеть и деньги с него еще потом. Как известно, я тоже там мазали. Был такой теннисист Борис Беккер. Тоже там какой-то лярви в сортире за щеку выдал. Она убежала, выплюнула. Сама оплодотворилась. И родила от Беккера. Ребенок вообще неотличимый. Просто копия, блин. Тут такой же выжить. Да. И Бориса там на деньги развела вообще. Туши свет. Опасно. Опасно. Опасно так ходить. Потому, что вдруг по спине... Да еб твою мать. Всю карьеру испортила. Скотина, блин. Да. Но, опять-таки, я повторюсь. Это натурально сатира на американское общество. А вот, посмотрите. И тут работает то же самое. И дурачок Пучина этот. Давай там. Заблеял уже. Я там извиняюсь. Причинил боль. Туда-сюда. Ну, давай. Да. Это только начало. Кстати, извинялся. Режиссер такой. Не верю. Не верю. Слезу дай. Еще раз дубль, пожалуйста. Дай обидку. Дай обидку. В общем, мы осознались о том, что тетенька, руководитель, хороший натуральный руководитель, переиграла и заставила извиняться. Да. Замечу, еще уволили двух персонажей за этот фильм. Ну, явно. Того, кто по недосмотру положил на кровать Хоумлендеру, это его покрывало. И Эшли. Одеяло. Одеяло. И Эшли, которая рыжая помощница Стивуэлл, которая отвечала за мероприятие, на котором выступила Starlight, вот эта религиозная. Вот простым людям достается. Вот она вроде как бы за правду, которая Starlight. Причем она это подчеркивает, когда Мэйв в лифте говорит, ой, как ты грамотно оседлала волну этой толерантности, потому что она видит в ней такие корыстные мотивы. А ты говорит, я ничего не оседлала, просто сказала, как было. Но она тоже немножко лукавит. Ну, насчет того, что как было. Она же хочет быть услышанной. Воспользуется она этим или нет, это уже другой разговор. Так что не так уж можно сказать, что Мэйв ошиблась в ней. Естественно. Ну, у всего есть минимум две стороны. Здесь правда, а тут личная выгода лично для меня. И правда это то, что я считаю для себя правильным. Вот это правда. А то, что ты говоришь, это фигня какая-то. Обвинения какие-то дурацкие. Пошла бы в жопу, блин. Правда это то, что выгодно лично мне. Все. Ну, маленькая-маленькая понимает. Начинает разбираться. Здесь мы видим становление характера. Показывает зубы. Молодец. Да.